Привет, мои дорогие друзья, я Олеся Медведева, и в этом видео мы с вами поговорим про мобилизацию в Украине. Вы наверняка заметили, что в последнее время все больше новостей о том, что повестки раздают прямо на улицах, сейчас лето, ходят на пляжи, там тоже раздают. Часто повестки также используют в качестве наказания за какие-то административные проступки, нарушения, которые не предусматривают уголовной ответственности. И всегда было интересно, что происходит с теми людьми, которым вручают эти самые повестки, что они делают дальше, и какой вообще сейчас алгоритм мобилизации. По каким принципам она вообще происходит, и, как обычно, где-то там однозначно есть коррупционная схема. Ну и, собственно говоря, в этом вопросе разобрались, поговорив с представителями, сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Ну, именно так сейчас называются военкоматы. Набор личного состава ВСУ производится согласно закону о военной обязанности и военной службе. Согласно этому закону в особый период, то есть в военное время, набор производится несколькими способами. Призывом на срочную службу, по мобилизации и по контракту. В мирное время это происходит только по призыву на срочную службу или же по контракту. Мобилизация, понятное дело, отсутствует. С 2014 же года в Украине мобилизация проводилась с так называемыми волнами. А сейчас, до конца войны, мобилизация включена, можно так выразиться, без перерывов. То есть, украинский гражданин мужского пола, а с 1 октября, по желанию, возможно, и женского пола, призывного возраста и подходящий по медицинским всем моментам, от 18 до 60 лет может быть призван в любой момент и будет служить до конца войны или, теоретически, до отдельного указа президента Украины об увольнении контингента мобилизованных от служивших какой-то определенный срок. К слову, те украинские военнослужащие, которые заключали контракт до начала российского вторжения и у которых договор с ВСУ заканчивается вот сейчас, попадают как раз-таки в первую очередь по мобилизации. На практике же это означает, что контракты после введения военного положения в Украине становятся бессрочными. И эта категория военных автоматически становится мобилизованными и продолжают нести службу. Те, кто хочет призваться в ВСУ добровольно, опять же таки, теоретически, должны пройти процедуру заключения контракта с ВСУ. Однако, по информации наших источников в центрах комплектования ВСУ, большинство добровольцев на деле проходят по графе «мобилизация». Впрочем, права и зарплаты у таких военных по сути такие же, как и у тех, кто служит по контракту. Дело в том, что во всех центрах комплектования территориальных до начала войны были планы Министерства обороны Украины по количеству заключенных контрактов и призывников на срочную службу. После начала вторжения российских войск этот план по заключению непосредственно контрактов уже не в приоритете. Главным теперь стал план по количеству мобилизованных. Ну и, собственно, с начальников территориальных центров комплектования теперь тоже спрашивают за количество мобилизованных. Именно поэтому добровольцев записывают именно в эту графу, а не предлагают им заключить контракт. В каждом региональном центре комплектования есть цифры, сколько должно быть мобилизованных. Этот план спускается из Министерства обороны и туда, в этот план, вносятся изменения каждый месяц. В зависимости от потребностей ВСУ, причем план этот постоянно увеличивается. В первые дни войны в региональных территориальных центрах комплектования ВСУ недостатков в добровольцах не было. Однако многие из тех добровольцев так и остались на гражданке. Им зачастую даже без объяснения причин отказывали в зачислении в армию. Киевлянин Игорь рассказал нам, уже 25 февраля я пришел в военкомат в Киеве, попросил зачислить меня в ВСУ добровольцем. Мне сразу отказали, сказав, что надобности в пополнении армии нет. Я приходил в военкомат еще несколько раз, все время мне отказывали, причем даже не обосновывали причины. Просто говорили, мол, мы вам позвоним, когда будет нужно. В итоге я плюнул на все и уехал за границу, благо у меня есть еще и паспорт гражданина США. В Украине у меня уже не было работы, за границей я могу зарабатывать и обеспечивать семью. И таких историй с отказами довольно много. Понятное дело, что не у всех есть американский паспорт, и они могут выехать за границу и работать себе, и жить где-то в другой стране. Сотрудники военкоматов говорят о том, что изначально установка была принимать тех и записывать добровольцами, у кого есть боевой опыт или хотя бы они служили в армии. И опять же таки многие добровольцы, которые не соответствовали этим критериям, на первом этапе были отсеяны. Тем более, что довольно серьезным ограничителем по набору новобралцев была необходимость обеспечить всех оружием и экипировкой. На большую армию запасов не хватало, и все равно люди поголовно, я видела в инстаграме, собирали то на бронежилеты, то на ботинки, то носки, то на еще что-то. Впрочем, уже через месяц после появления информации о больших потерях на фронте добровольцев стало меньше. А вот планы по мобилизации стали быстро увеличиваться, поскольку армии необходимо восполнять потери. Именно тогда и начали вот эту практику повсеместной раздачи повесток на улицах, в барах, в кафе, возле заправок и так далее. Также вручение повесток стало, знаете, таким своеобразным кнутом. Их вручали в качестве наказания тем, кто вышел на улицу в комендантский час или за вождение в нетрезвом виде. Ну, это, конечно, серьезный проступок, но повестку все равно вручали. Потом, помните новость, там, непристойными делами в одесском каком-то пляжном клубе ребята занимались. Им тоже вручили повестки, правда, оказалось, что этот парень там вообще не гражданин Украины, но тем не менее. Потом начали говорить, что никто повестки не вручал, это был фейк, хотя о повестках говорили, помнится, официальные лица. Ну, в общем, как-то так. Впрочем, несмотря на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что это глупость вручать повестки в качестве наказания, все равно эти повестки продолжают массово вручать, причем иногда вообще в самых неожиданных местах. По словам нашего источника, в территориальном центре комплектования это делается для того, чтобы понять, какой в стране мобилизационный резерв вообще существует. После 24 февраля планы по количеству подлежащих мобилизации резко возросли и продолжают расти каждый месяц из-за больших потерь на фронте и необходимости увеличивать армию. Но до 22 года в военкоматах планомерно вели только базы данных призывников срочной службы и резервистов, тех, кто служил по мобилизации с 2014 года, а также контрактников. Базы данных других подлежащих мобилизации попросту не велись. Были лишь отрывочные сведения о приблизительном количестве мужчин, которые передавались в военкоматы местными органами власти. Но даже эта информация была хаотичной и не отражала полной картины. Для примера, многие мужчины призывного возраста снимались с учета при переезде на новое место жительства и не остановились на учет после смены адреса. Также не было информации о составе семьи и многих других данных. Полных данных о количестве населения и мужчин нет и в гражданских органах власти. Но планы призыва по мобилизации никто не отменял. Поэтому пришлось действовать таким образом из центров комплектования, посылать группы сотрудников, которые вместе с полицией и ТРО вручали повестки всем мужчинам, которые попадались на пути. Врученная повестка не означает автоматического призыва по мобилизации. Это всего лишь заверенная подписью получателя повестки требование явиться в центр комплектования и предоставить всю информацию о себе в составе семьи. Кстати, на этом этапе отсеивается очень много из тех, кому вручили повестки. У кого-то группа инвалидности, у кого-то трое несовершеннолетних детей или другие обязательства. Эти люди не подлежат призыву. Те, у кого нет таких обстоятельств, обязаны пройти медкомиссию. В случае, если врачи признают годным для службы в армии, тех мобилизуют. Но и на этом этапе многие отсеиваются по состоянию здоровья. Но с началом войны на медкомиссиях на многое стали закрывать глаза. Например, раньше те, кто когда-либо состоял на учете в наркодиспансере, автоматически признавались негодными. Сейчас призывают даже таких. Если посмотреть на активность некоторых людей, которые служат в ВСУ в социальных сетях, в инстаграме, там тиктоки записывают под музыку, создается впечатление, что добровольцами пошел чуть ли не весь украинский креативный класс. Но на самом деле это не так. Как рассказали нам сотрудники военкоматов, основной контингент мобилизованных это рабочие. Жители сел и небольших городов. По мнению сотрудников территориальных центров комплектования, таких людей очень легко мобилизовать, поскольку они привязаны к своим небольшим городам и предприятиям. Спрятаться дома от военкомата или же уехать в другой город они не могут по разным обстоятельствам. К тому уже среди мобилизованных много людей старше 50 лет, которые проходили службу еще при Советском Союзе. В маленьких городах очень сложно спрятаться, даже если ты не хочешь служить, а в селах сделать это еще сложнее, поскольку там все, считай, на виду. Также немалую роль для жителей маленьких городов и сел играет финансовый фактор. Деньги для жителей глубинки, которые сейчас предлагают ВСУ, это очень большие деньги. Служить на передовой это 100 тысяч гривен в месяц, а в тыловых подразделениях от 30 до 40 тысяч гривен в месяц. Впрочем, есть и другие мотивы приоритетной мобилизации этой категории людей. Рабочие и сельские жители, как правило, обладают теми специальностями и навыками, которые сейчас востребованы в ВСУ. Например, сельских механизаторов и трактористов очень просто обучить на операторов и ремонтников боевой техники, танков, САУ, МТЛБ и других. Да и в советской армии те же танкисты брали в основном именно этот контингент – сельских трактористов и механизаторов. Есть еще один нюанс, о котором публично не говорят. Сельские жители и рабочие не столь привередливы. Отсутствие комфорта, а это важно, на передовой для них не критично. Обладатели профессий, предполагающих наличие высшего образования, особенно гуманитарного направления, негласно в центрах комплектования и среди кадровых офицеров ВСУ называют сильно умными. Они не очень востребованы. Более того, командиры частей не очень довольны, если им присылают пополнение мобилизованных из таких умных, так как они могут начать качать права и публично жаловаться в соцсетях на командование, если им что-то не понравится. Тот факт, что сотрудники военкоматов берут деньги за то, чтобы кого-то отмазать от мобилизации, признают и на официальном уровне. Время от времени появляются новости о том, как кого-то поймали на горячем, поймали на взятке. Сотрудник центра комплектования рассказывает, коррупционные схемы на призыве в армии действуют, их трудно уничтожить. Конечно, многие центры комплектования работают честно, но есть много тех, которые не могут удержаться от искушения легко срубить бабла. Уж слишком жирная тема по повесткам и мобилизации. Причем зарабатывают не только на тех, кто не хочет служить, но и на тех, кто хочет. Есть довольно большая категория добровольцев, которые идут в армию просто, чтобы заработать денег. Сотрудники центра вычисляют их с первого знакомства и ненавязчиво и аккуратно предлагают отблагодарить сотрудника. Цена вопроса от 300 до 500 долларов за мобилизацию. Если зарабетчанин не хочет благодарить, его просто срежут на медкомиссии, найдут какую-то болезнь, по которой он не подлежит призыву. Но основные деньги зарабатывают, конечно, на уклонистах. Массовая раздача повесток на улицах этой практике очень способствует. Чаще всего уклонистам предлагают получить за деньги белый билет по медицине. Военно-медицинские комиссии работают в доле с сотрудниками военкомата. Цена вопроса сильно колеблется в зависимости от региона и от платежеспособности уклониста. Стартует от 1000 долларов и может достигать 10 тысяч, а иногда выше. Вот так, дорогие мои друзья, такая информация к вашему размышлению. А тут действительно есть над чем подумать. На этом у меня пока все. Не забывайте подписываться на наши каналы. Это страна Юи Ясто Понятно в Ютубе и телеграм-канал Политика Страны. Совсем скоро с вами снова увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok